История мотоциклов из Коврова началась в 1945 году, когда в Москве было принято решение организовать в Советском Союзе выпуск легких и средних мотоциклов на базе технологии и оборудования, оказавшегося в советской зоне ответственности в Германии, а именно завода фирмы ДКВ. В 1946 году вышел приказ о создании мотоциклетного производства на Ковровском заводе имени Дегтярева. ЗИТ. Выбор в качестве базы оружейного предприятия обуславливался высокой культурой производства, требовавшейся при освоении новой продукции. Базовым прототипом был выбран мотоцикл ДКВ РТ-125, легкая машина, считавшаяся лучшей в своем классе. К тому же следует учесть, что во время войны фирма ДКВ модернизировала эту модель, так что заводские специалисты готовили производство одного из самых современных на тот момент мотоциклов. Кстати, японская фирма Ямаха также начинала с ДКВ РТ-125. В том же 1946 году были собраны первые 286 экземпляров К-125. Такой индекс получил Ковровский первенец. Машина оснащалась двухтактным двигателем в блоке с трехступенчатой коробкой передач, имевшей ножной механизм переключения. Объем двигателя составлял 123 сантиметра кубических, мощность 4,5 лошадиные силы. Трубчатая одинарная рама сочеталась с параллелограммной передней вилкой, имевшей штампованные перья. Аналогичная машина под индексом М1А собиралась в Москве, на московском мото-заводе. Но между ними имелась некоторая разница в электрооборудовании. Так, на К-125 под сидением была установлена коробка с реле, центральным переключателем и контрольной лампой. В то время как на М1А переключатель и лампа находились в фаре. Новая машина сразу же была опробована заводскими спортсменами. А затем специальные версии начали готовиться по заказам мотоклубов. Даже знаменитая команда ВВС Московского военного округа, шефом которой был Василий Сталин, имела в своем составе несколько ковровских мотоциклов. С 1952 года в серию пошла модель К-125М, отличавшаяся телескопической передней вилкой с гидравлическими амортизаторами. А впервые такая вилка появилась на спортивной модели К-125С2 в 1950 году. Там же впервые была опробована мягкая подвеска заднего колеса. А мощность форсированного спортивного мотора достигла 9 лошадиных сил. Моторы дорожных моделей отличались гораздо более скромной форсировкой. Следующая модель К-55 при том же рабочем объеме получила двигатель мощностью всего 4,75 лошадиные силы. Зато на ней уже появилась маятниковая задняя подвеска. Последней же 125-кубовой ковровской машиной в 1958 году стала модель К-58. Получившая капотированную подсидельную часть рамы, новый двигатель мощностью 5 лошадиных сил, генератор переменного тока и бензобак новой формы. В таком виде мотоцикл строился до 1960 года. Параллельно с серийным производством заводские специалисты работали над абсолютно новой моделью, получившей двигатель ранее не использовавшейся в СССР кубатуры 175 см3, мощностью 8 лошадиных сил, с цилиндром из алюминиевого сплава. Карбюратор располагался за цилиндром в специальном кожухе. Первые мотоциклы образца 1957 года были очень похожи на Яву, с таким же округлым баком и расположенным на нем вытянутым приборным щитком. Их было сделано несколько сотен штук. Затем бензобак стал идентичным модели К-58. Произошли некоторые иные упрощения. В таком виде машина выпускалась до 1959 года, когда ее сменила версия Ковровец 175А, отличавшаяся в первую очередь четырехступенчатой коробкой передач и генератором переменного тока, унифицированным с моделью К-58. На новом Ковровце впервые появилась эмблема с бегущими зайцами, силуэт которых с давних пор украшает герб города Коврова. К 1960 году был изготовлен миллионный мотоцикл Ковровского завода. Это была модель Ковровец 175А. Для этого потребовалось всего 14 лет, в то время как знаменитая фирма BMW свой миллионный мотоцикл изготовила лишь в 1991 году. Таковы были масштабы производства и популярности мотоциклов в Советском Союзе. В 1962 году на поток встала версия Ковровец 175Б с мощностью двигателя 9 лошадиных сил, с новым генератором переменного тока и карбюратором. Через год покупателям была предложена следующая версия Ковровец 175В. А в 1965 году из ворот завода вышли первые экземпляры одного из самых популярных советских мотоциклов, получившего название «Восход». Сохранив основные черты предшественников, эта модель в мелочах была кардинально переработана, в том числе и в плане пассивной безопасности. Впервые на мотоцикле завода появилось зеркало заднего вида и стоп-сигнал. Изменились задняя подвеска, форма и емкость бензобака, конструкция передней вилки, мощность двигателя повысилась до 10 лошадиных сил. В комплект мотоцикла входили защитные наколенные щитки, багажник и ветровое стекло. Следующая версия «Восход-2» 1970 год отличалась наличием указателей поворота измененным стилем, особенно в оформлении задней части рамы. В 1977 году ее сменил мотоцикл «Восход-2М», мощность двигателя которого повысилась до 14 лошадиных сил. А с 1980 года в серию пошла версия «Восход-3» с обновленным бензобаком, усиленными тормозами и новыми задними амортизаторами. «Восход-3М» образца 1983 года получил 12-вольтовое электрооборудование и на 10 лет занял заводской конвейер. Спрос на эти машины был стабильным, поэтому множество экспериментальных разработок, в том числе и 250-кубовый мотоцикл, так и не добрались до сборочного конвейера. Следует отметить, что интересы заводчан не ограничивались только серийными мотоциклами. Практически сразу же с начала производства на предприятии небольшими сериями строились спортивные мотоциклы различного назначения, успешно выступавшие в многочисленных соревнованиях. Вспомним хотя бы мотоциклы К-55С1М с двигателем мощностью 6 лошадиных сил для многодневных кроссовых соревнований, или К-55С2 с двигателем 7 лошадиных сил для шоссейно-кольцевых гонок. Различные варианты кроссовых машин делались и на базе серийных К-58 и Ковровца, а в 1964 году был создан кроссовый мотоцикл Ковровец 250СК с 250-кубовым двигателем. На базе мотоциклов Восход долгие годы строились мотоциклы для мотобола, а в 1987 году был создан 250-кубовый мотоцикл для соревнований по триалу. В том же 1987 году завод впервые в нашей стране приступил к изготовлению специального мотоциклетного прицепа «Енот». Следует упомянуть и внедорожную технику – четырехколесный мотоцикл ZDK 175-4ШП и трехколесный мотоцикл повышенной проходимости «Фермер» с системой принудительного воздушного охлаждения двигателя. С 1989 года двигатель с лепестковым клапаном на впуске, подготовленный для не пошедшего в серию мотоцикла ZDK 175, был установлен в серийное шасси. Модель получила название «Восход 3М01». С 1993 года в серию пошел кардинально переработанный мотоцикл ZDK 4.105 «Сова», до сих пор составляющий основу программы предприятия. А двумя годами позже его дополнила версия ZDK 5.103 «Сова-200» – 200 кубических сантиметров объем двигателя, 15 лошадиных сил мощность. Эти машины отличаются абсолютно новой внешностью, хотя силовой агрегат представляет собой дальнейшее развитие традиционных восходов. С 1987 года в серию пошла версия ZDK 5.104 «Курьер» с 200-кубовым двигателем, задней подвеской с моноамортизатором, колесами увеличенного диаметра и дисковым тормозом переднего колеса. Последнее десятилетие XX века подарило заводчанам возможность работы в новых условиях, вне давящего пресса административно-командной системы. Это позволило выйти за рамки, казалось бы, раз и навсегда установленной специализации и заняться созданием совершенно нетипичных для предприятия моделей. Первой такой машиной стал появившийся в 1995 году Mokic ZDK 2.103 «Пилот». 49,9 сантиметров кубических объем двигателя, 3,5 лошадиные силы. Чрезвычайно популярная модель. Его двигатель получил лепестковый клапан во впускном тракте и состоит в блоке с трехступенчатой коробкой передач. Мало того, на базе этой машины впервые в нашей стране был создан 50-кубовый трехколесный мини-грузовичок. Второй нетипичной для завода моделью стал дебютировавший в 2000 году мотороллер ZDK 2.501 «Аркан» на 10-дюймовых колесах. Двигатель аналогичен тому, что применяется на «Пилоте», но коробка передач сделана четырехступенчатой. Продолжается также выпуск «Совы» вместе с ее модификациями. Сегодня завод имени Дегтярева является одним из наиболее стабильных мото-предприятий на территории России и СНГ. К сожалению, прошли те замечательные времена, когда на ZDK выпускали мотоциклы собственной разработки. Сейчас там просто клеят наклейку ZID на безликих китайцев и продают. Такая вот история ковровских мотоциклов. Если есть что добавить, прошу в комментарии. Также рекомендую посмотреть другие видео о истории отечественных мотоциклов. На этом все. До новых встреч!